Завистливые по-настоящему люди никогда не признаются, что они завистливы. Чем легче ты расстаешься с деньгами, особенно если ты еще и для других, тем быстрее они к тебе возвращаются и с тарицей. Отличить лесть от похвалы очень трудно, но теперь я научилась. Как же мне себя переделать, с чего начать? Идите к нам в школу! В школу! И я такая пошла, а мне лет шесть, и я сказала, она что-то спросила, а я обиделась. Вообще непрерывное испытание. И это все дано за тем, чтобы стать человеком настоящим. Ну что же, здравствуйте! В эфире «Хорошие вопросы», ваши хорошие вопросы. Мои уж не знаю, насколько хорошие ответы. Я всегда могу гарантировать одно – это искренность. А вот вопрос-то и правда хороший. И над каждым хочется подумать. Подумаем вместе. Окей? Поехали. Вот вы говорите, что никому не завидуете, что Бог не дал вам этого качества совершенно. А у меня такая ситуация. Я очень завидую. Как ты прочитала в дневниках писателя Нагибина такую фразу про одного человека? Был доверчив и завистлив, верил всему хорошему, что говорят про себя люди, и завидовал. Это про меня. Верю и завидую. Как вы думаете, есть таблетки от зависти? Ну, во-первых, есть высказывание, оно очень известное. Ну уж простите меня, я его люблю повторять. Если вам самой про себя это известно, какая-то проблема, вы наполовину ее решили. Завистливые по-настоящему люди никогда не признаются, что они завистливы. Никогда. Они будут думать по-другому. Почему? Ему, а не мне. За что? Ему, а не мне. Несправедливо, что у меня этого нет, а у них есть. Я видела таких людей. И как бы, как вам сказать, объективно иногда я чувствовала основание, что у меня, наверное, должно быть там такое чувство. Ну, например, с квартирой. Потому что как-то не везло очень. Ну, очень не везло. И я была уже всякой, отмеченная всякими наградами, и знаменитая, и успешная. И у меня было очень-очень неудачное жилье. И все время я работала в лифте на 9 этаж, сумками с детьми. Сука, мы 20 лет, по-моему, прожили в этой квартире. Вот. И я помню, ко мне в гостях был, у меня Познер был. И он сказал, нет, вообще-то неприлично. Ну, неправильно это. Вот ты заботишься о всех, о других-то. Ну, это нельзя так себе позволять жить, я вот помню. Но я же бывала в разных квартирах, в разных домах. И мне бы подумать, почему у меня такого нет. А я радовалась, что у людей так красиво. Мечтала. Радовалась и мечтала. Однажды ко мне в гости пришла моя подруга. Мы долго с ней дружили, и как-то в самые сложные времена, и все. И это было, когда у меня уже появилась квартира настоящая, которую я сама себе купила, сама обставила. И мне было уже 52 года. Она была старше, мне она 3 года. И она всю жизнь жила в хрущевке. Очень достойный человек. И она мне сказала, нет, почему у тебя вот есть это, а у меня нет. Она не сказала слово зависти, она не сказала. Но это было все написано на ее лице. После этого мы не общались. Я-то была готова, но я понимала, что ей безумно трудно. Она эту квартиру мою не пережила. Вот из-за этого это такое страшное чувство. Потому что мы сами от себя отрезаем, на самом деле, людей, с которыми мы хотим дружить. И возможности, свои собственные возможности, которые перестают быть нашими возможностями, как только мы начинаем думать о том, почему у них есть, а у меня нет. Наши возможности требуют нашей концентрации на себе. На своих ошибках, на своих нюансах, на своих плюсах, минусах. На себе. Как только мы начинаем смотреть на других, знаете, как легко, мне кажется, это пресечь. Надо думать всегда, что вот он стакан наполовину пуст, наполовину полон. Надо думать, на что вам завидовать. На вашего потрясающего ребенка, на вашу любовь с мужем, на ваше умение одеваться. Быть предметом для зависти. Вот и все. Встречаясь с молодым человеком, умный, красивый и жадный. Это выяснилось недавно. Попросил у него деньги на стоматолога. А он сказал, что я сама зарабатываю хорошо. Как думаете, жадность лечится? Потому что во всем остальном он меня устраивает. Ой, спасибо за вопрос. Сколько раз я с этим встречалась. Это, мне кажется, у нас просильные чувства. Вот мне кажется, человек, который даже работает много, берет помощь психологов, близких людей, не может справиться с этим. Как с ревностью. Жадность, она убуревает изнутри. Вот хочется беречь для чего-то. И надо много раз подумать. Потому что жадные люди, они о мелочах жадные еще тоже. И это вот самое страшное. Был у моей мамы один ученик. И она как-то там, ну, среагировала. Потому что там он хороший был очень. И достойный. Но вот зубов не было. И очень странно это было на красивом мужчине, там, без зубов. И я сказала, и мама тоже сказала. Ну, чего ты выходишь без зубов? Ну, и он говорит, очень дорого сейчас это все стоит. А я экономный. Мама сказала, как хорошо звучит экономный. А жадный звучит плохо. Говорит она, и на что ты тогда там купишь? Ну, вот квартиру надо, еще что-то надо. Опять же, это мой способ жить. Это не то, что всем подходит. Нет. Мне это дано от папы. У меня папа такой. Но я точно знаю, что чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь. Чем легче ты расстаешься с деньгами. Особенно, если ты еще и для других. Тем быстрее они к тебе возвращаются и с тарицей. Поэтому, ну, вот, ну, не было никаких денег. А вот ничего не жалко. Ну, это просто дано, опять же, мне кажется. Потому что человек, который жадный, то ли вырос так. То ли вот так чего-то вот очень сильно хотел и никак не мог. То ли дикие были жертвы. Чтобы, наконец, получить ту самую копеечку. И видеть, как другой человек рядом, например, жена, который там просто так тратит деньги, а ему они вот так трудно дались. Я даже это как-то могу понять. По поводу вашего вопроса. Вам нравится этот мужчина. Договоритесь. Договоритесь. Я думаю, мой дядь на меня не обидится. Мой индуский дядь, если он видит это видео, не обидится. Потому что у нас с ним чудесные отношения. Вот он тот самый случай, когда человек всего добился сам. И с очень большим трудом. И деньги ему нужны, которые он зарабатывает, чтобы помогать своим родственникам выйти. Вы знаете, что чуть ли не треть, я могу ошибаться, в цифрах, но это цифры, которые я прочитала где-то. Треть бюджета Индии – это деньги от людей, индусов, которые живут в других странах. Они так помогают своей стране. И они присылают деньги в банки туда и так далее. То есть они держат там деньги. Не то, что они прямо напрямую платят правительство там на что-то. Нет, они держат там свои деньги, налоги и так далее. Но они еще помогают все родственникам своим. И, конечно, представьте себе там, скажем, ситуацию. Моя взрослая дочь, совершенно самостоятельная женщина, после развода с ребенком, выходит замуж. И хорошо, что они вместе были долго до того, как они решили пожениться. И все стало как бы понятно, что, например, когда она покупает себе какие-то лишнюю шмотку, ну, на взгляд, взять лишнюю совершенно, когда можно там помочь людям, я не знаю, которые не знают, что кушать. У него совершенно другая система координат. Ну, вот, ну, знаете, пять штанов там и десять рубашек. Мы ему дарим новое, и оно лежит. Но ему не нужно, вот у него есть то, что вот ему нужно. Вот ему шьет этот индийский портной, его штанишки, брючки. И вот он в них ходит, ему так хорошо. Мы давно это приняли. Это его жизнь, это его право. И они с нами договорились, когда женились, о раздельном, я даже в книге «Семья, что надо» тоже это описываю, о раздельном денежном существовании. Они складываются на дом, на ребенка, на свои кофточки и свои там поездки какие-то. Она осуществляет сама за свои деньги. Точно так же, как он может спокойно помогать своим индийским родственникам, зная, что он не отрывает это от семьи. Очень хорошая штука. Вообще, мне кажется, так трудно людям соединить свои судьбы, так трудно обо всем договориться, что деньги – это как раз то, что можно обсудить. Обсудить, решить. Я за брачные контракты, чтобы не было вот этого потом ничего. Я только что встречала с своей давней-давней подругой. Она меня всегда удивляет. Что-то такое говорит, на чем хочется думать. Правда, таких людей мало, да? А вот времени встретиться никогда нет. Она помнит всех, кто ушел из этой жизни близки мне, и мою маму, и моего любимого оператора, и еще много-много кого. Она знала моих детей маленькими. И вот мы, наконец, встретились. Я сказала, Нина. У него умер единственный сын. Остались внуки. Нина и я рядом с тумбочкой, моровесненькой, положила тетрадку, где написано «Когда я уйду». Где я записала все. И в эту тетрадку даже она вложила просто фотографию, которая ей нравится. Чтобы там на памятнике была та фотография, которая ей нравится. И список людей, которым надо позвонить. Я знаю, это дикие паники, которые бывают, когда человек внезапно уходит. Потому что он не постарался, не подумал об этом. И я сказала, все, опять урок, мне опять урок. Потому что я живу так, как будто я вечно живу. Нет. Это очень важно. Вот и про деньги надо договариваться. И про уход надо думать. Потому что все равно же он будет. Мы не знаем, когда. А теперь уже. Это все еще страшнее. Вот. Поэтому договаривайтесь. Посмотрите, как он на это среагирует. Договоритесь про то, что у каждого будут свои деньги, и какие-то будут совместные деньги. И если все остальное устраивать, то вперед. Вы успешный человек. Естественно, многие хотят быть рядом с вами. И таким людям часто льстят. И перед ними часто лицемерят. У вас есть признаки, по которым вы видите, что человек не искренен и вас использует? Ну, сейчас уже есть. Ну, мне много лет. А, конечно, не было. Я тоже совершала огромные ошибки, потому что всегда хочется верить людям, которые говорят тебе приятные слова. Тем более я же люблю комплименты. Я же очень падка на похвалу и на комплименты. Это мой недостаток. Отличить лесть от похвалы очень трудно. Но теперь я научилась. И теперь, когда я чувствую, что это лесть, я включаю в себе сигнал тревоги. Я не привязываюсь к этому человеку. Я делаю для него все, что хочу, что должна. Что мне кажется, что я должна, но к себе близко не подпускаю, потому что очень много было именно таких историй в моей жизни, когда люди, которые клялись в любви и верности, и мечтали, ну, как бы говорили о том, что они мечтают быть всегда рядом. И меня это очень устраивало и грело, потому что я все равно старела, и я вкладывала в этих людей все. У меня же все время хочется кому-то что-то передать. А потом именно они исчезали первыми, да еще и как-то не так немножко исчезали, как хотелось бы. Потому что по-разному уйти можно же, тоже по-разному расстаться можно по-разному, можно же вылететь из гнезда и полететь в свою жизнь. Это же нормально. Не знаю, почему, но очень не люблю, когда меня хвалят. Не верю комплиментам, чувствую в них фальшь. А людей страшно коробит, когда я их прошу, чтобы они меня не хвалили. Как быть, как заставить себя спокойно реагировать? У меня тоже есть рядом близкие мне люди, которые говорят, ой, Нинитально, пожалуйста, не надо. Вот, может быть, хорошо, что связаны эти два вопроса. Может быть, они с самого начала решили, что любая похвала – это лесть. Поэтому хвалить надо уметь. И принимать похвалу надо уметь. И если вас хвалят очень общо, ой, вы такая-такая, такая красивая, такая умная, вы самая лучшая, только с вами, только вы и меня. Выдохните и спросите, слушай, ты столько всего там наговорил, наговорила, мне ничего конкретного. Если человек знает, что именно его, задайте вопрос, ну, прямо задайте, ну, скажите, слушайте, ну, столько там всяких слов. А мне вот важно понять, вот прямо, если это обратная связь какая-то, да, если я что-то сделала хорошо, то что именно хорошо, что было так, не так. Я когда выступала на сцене, на большой, на той же церемонии ТЭФ, скажем, понимаете, какой зал и какие там люди, да, для меня безумно важные люди и очень уважаемые люди. И я на сцене, я говорю, я же готовлюсь, ну, я же готовлюсь, я знаю, несколько вариантов готовлю, потому что я понимаю, что может смениться момент, что кто-то передо мной может что-то сказать, такое же, ещё что-то. И когда я выхожу на сцену, у меня сосредоточатся, а тут ещё и аплодисменты, и люди. И я всегда, когда выступлю, сажусь, сажусь рядом с Михаилом Анатольевичем Сладковым, своим другом. Всегда проходило некоторые 5-10 секунд, когда мы оба молчали. Я знала, что он подбирает слова, в любом случае. Удачно я выступила или неудачно я выступила. Я это безумно оценила. Потому что просто сказать, всё хорошо, нет, мне от него было этого недостаточно, мне нужно было получить обратную связь. Это очень важно, такое выступление в такой момент. И он говорил мне, длинновато, но финал отличный. Всё хорошо. И вот финал отличный, а там длинновато. И там уже тихо, что длинновато было. Говорит, история затянула. Вообще-то знаешь, сколько ты выступала? Я говорю, а сколько? Семь минуты. Как семь минут? Семь минуты. А, он говорит, всё хорошо. Финал был отличный. Вот. Это была критика. А если вот хотел похвалить, то тоже за что? Вот конкретно что удалось? Какая история? И он говорил, например, слушай, ну ты сегодня, это прямо было полторы минуты, и какие-то такие подготовилась, чувствовалась именно вот это слово. И дальше говорил, какое слово. Потому что вы верите или не верите людям, которые вас хвалят? Меня ограничивает. Вот. У меня есть близкий человек в моей команде, который говорит, только меня не хвалите. Меня это ограничивает. Как человека, который хочет дать обратную связь. Потому что и похвала может учить. Вот это ты сделал хорошо. Вот именно это. Потому что вот так. Человек думает, и потом запоминает это, и тиражирует это. Поэтому принимать похвалу надо уметь, и хвалить надо уметь. У меня чудовищно ревнивый муж. Это просто кошмар какой-то. И он такой вообще был всегда. Просто в период ухаживания мне это почему-то нравилось. А теперь я от этого очень страдаю. Разводиться? Или есть какие-то варианты сделать так, чтобы он перестал ревновать? Не ходить же мне в парадже. Отелло, да? Отелло? Ромео хотел сказать. Нет. Там другая история. А мне кажется, это не лечится. Мне кажется, это такая страсть, с которой человек не может справиться. Не может. Вы знаете, скажу то, что взрослые люди смотрят. Или попрошу было поставить там 18+. Когда мы ездили по всяким что-то научным комплексам, я испытывала дикую неловкость как молодая женщина. Потому что когда мы приезжали в комплекс, где были молодые бычки, их было много. Какой-нибудь такой миллионерский. Ну, были разные же колхозы. Был такой богатый колхоз в Стовском районе у нас. Где было прямо много бычков. И они все залезали друг на друга. Это было ужасно. Это было ужасно. Это было видеть. Это ужасная вся эта картина. Много-много бычков, и все лезут друг на друга за немением там. Телочек. Вот. И я всегда отворачивалась. И я разговаривала там с ветеринарами, зоотехниками. Говорю, ну как же, неужели? Они говорят, от этого лекарства никто не придумал. Никто не придумал от этого лекарства. Есть страсть дикая, чудовищная, звериная, мужская и женская. Это желание обладать. Только мое. Это мое. Я ждал, добивался, хотел, нашел. Я хочу обладать. Я думаю, что очень полезно показать, насколько невыносима жизнь при наличии такой страсти. только через мозги. Мы же люди все-таки, мы же не бычки. Через мозги все-таки, через правильные сигналы и правильный разговор, и через расстановку правильных каких-то точек можно показать, насколько это невыносимо. Мне кажется, что если человек любит, кстати, часто это даже мало связано с любовью, уже это жадность на человека, это ревность становится любовью, уже заменяет она другого. Она приобретает совершенно какие-то кошмарные формы. И когда мы потакаем, потакаем и все. Был случай, я его описываю подробно. Я была молодая, на меня это очень сильное впечатление произвело. Она, эта женщина была потрясающая. Она красивая, директор книжного магазина. Здесь у нас, в городе Горьком. И в этом магазине я ходила, стояла в очередь за всяким дефицитом. И чего уж там греха таить, она иногда там меня из-под полы продавала что-то, что давали только на макулатуру. И у нас такая возникла дружба. И я помню, как однажды я зашла к ней в ее кабинет, где она должна была мне подарить какую-то книгу. не продать. И она вот так вся на приглаз стала каким-то таким очень человеком, которого там, не знаю, ведут на расстрел. И я там, что случилось, что? И она так обернулась. очень спокойно сказала Сережа, ну зачем? Сережа звонила ей целый день. Она была занята, она не брала трубку. Он приехал. Он военный. Он занятый. Он какой-то начальник, полковник. У него было столько неприятностей. Он приехал проверить, на работе ли она, или там кто-то ему врет по телефону. Он не мог ничего с собой совладать. И вот тут еще я была. И как-то у нас... Зачем? Там было столько отчаяния. Столько отчаяния. Ну и дальше уже, значит, мы разговорились уже. Для меня это уже перестало быть, так сказать, секретом. Она развелась. Она развелась. И только этот момент, двое детей, когда она по-настоящему ушла, а перестала этим пугать, его образовывал. Он пошел к психологу. И он работал над собой. И они соединились. История с счастливым концом. Но она сказала, что любовь ушла за это время. Они жили вместе. И все равно как-то это было больше жалости, чем любви. Потому что доверие и свобода это вода для цветка. А вот эта вот ревность, подозрение, недоверие, это, знаете, подогретый горячий песок, в который втыкает этот цветок. В этом нельзя жить. Я мог сказать точно, у меня было много поклонников очень и влюбленных у меня людей было много. И доверие моего мужа, свобода, которую я имела, сдерживала меня колоссально. Колоссально. Именно это сдерживает гораздо больше, чем наоборот. Потому что, когда тебя в чем-то подозревают, уже это уже назло, наверное, не знаю. Идем дальше. Сейчас все ужасно обидчивы стали. Никому грубого слова не скажи. Со всеми надо носиться, как с принцессами на горошине. Это я про молодое поколение, которое сейчас приходит к нам на работу. А я руководитель старого типа. Мне кажется, что если чего-то ждешь от сотрудника и возлагаешь на него какие-то надежды, то нужно быть иногда и жестким, и даже жестоким. Иначе ничего из него не получится. Или я не права. То есть эта женщина еще пишет. Не права, конечно. Потому что вот есть же этот generation style. Это объективно. И даже в одной семье. Вот моя дочка родила Вовку, когда старше было 21 год. И это уже разные поколения в одной семье. У старшей девочки одно поколение, а у мальчика другое поколение. И мы с вами сильно отличаемся от своих родителей. Объективно. А уж сейчас цифровое поколение там прямо пропасть. Это люди, которые ценят свободу и ценят экологию по-настоящему. Не как мы, так для галочки. И которые ценят себя. Поэтому какое-то резкое слово, грубое слово. И мне так важна работа и деньги. Как важно ощущать себя в комфорте. И я думаю, что вы не глупый человек, если вы написали такое письмо, если вы об этом думаете. Опять же, вы наполовину проблему решили, когда подумали. Прочитайте про них. Про миллениалов, про зумеров. Прочитайте. Мне это было очень полезно. Я стараюсь очень учиться общаться с людьми другого поколения. И дружить с внучками это, знаете, такой вызов. Мне уже семьи стоят, двадцать. А мне хочется быть с ними по-настоящему близкой, чтобы мне доверяли. Для этого мне надо уже немножко понимать в этих ценностях. Я уже не могу сказать им, уступи ему, он мальчик. Хотя это сейчас идет в разрез с нашими новыми, какими-то новыми, старыми ценностями. Но мир идет вперед, знаете, и это тоже трудно отменить. Я закрытый и очень сдержанный человек, если честно, совсем не уважаю болтунов. Настоящий мужчина должен делать, а не говорить. И вот из-за этого у нас вышла большая ссора с моей девушкой. Мы с ней дружим со школы. А недавно она мне сказала, что нам надо прекратить отношения, потому что так нечестно. Она мне все рассказывает, а я ей ничего. Я очень переживаю эту размолку. И как же мне себя переделать, с чего начать. Идите к нам в школу. В школу. Встань и скажи. В онлайн школу Нина Зверева. Это интимно. Это как к священнику, только не к священнику, а к хорошему умному наставнику. Они у нас все психологи фактически, и вы можете довериться и попробовать разговаривать. Да. Вы знаете, напрягает любое вот такое сильное отличие от других, а особенно невзаимность. Вот она все рассказывает, вы слушаете внимательно, хорошо, а в ответ ничего. И ей может казаться, что не доверяете, а может ей казаться, что вы просто не подходите друг к другу, потому что хочется в ответ услышать тоже много слов. И про то, как вы на ее рассказ реагируете, тоже хочется услышать. А не просто, что все это падает куда-то, падает, 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 пустоту. Поэтому я считаю, что надо учиться разговаривать. И я не могу, я не психолог, копаться в причинах, но какие-то причины есть, которые когда-то побудили вас замолчать. Но говорить и быть болтуном это разные вещи. Можно говорить очень мало по делу и умной тонко. Совершенно не быть болтуном, но при этом не разочаровывать тех, кого любишь. Такая ситуация. Из-за врачебной ошибки у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем. Я хочу уничтожить этого врача, хочу, чтобы он сел и сидел как можно дольше. Мои друзья врачи говорят, что я не права. И ломать жизнь другому человеку это преступление. И что от ошибок никто не застрахован. И надо делать даже не в профессионализме врача, а в каких-то прощать. Какой сложный вопрос. Это действительно сильная страсть. Сильная страсть, ненависть, обида, злоба, желание, реванша. По ошибке врача умирает ребенок твой единственный. И у тебя больше не будет детей. Вот мне только что ученик рассказал именно такой случай. И тоже была возможность посадить и надолго. И там наоборот все друзья говорили, что это надо сделать. И они с женой решили, что нет, что ребенка не вернешь, а человеку жизнь испортишь. У вас хорошие друзья, врачи. Послушайте внимательно их аргументы, потому что ненависть очень плохое чувство. оно вам жизнь сковеркает. Можете сделать это не для них, а для себя. Как это то сердце не научится любить, которое стало ненавидеть, я ненавижу эти строки. Ненавижу. То сердце не научится любить, которое умеет ненавидеть. потому что любовь это совсем другое. И умение прощать, толстовское, не толстовское, в каких размерах, и как, какой баланс, но это очень важное, мудрое очень умение. Потому что начнем с того, что мы не идеальны. Начнем с того, что бывает судьба сложения, истечения обстоятельств. И человек, который причинил вам зло, если он причинил его не по собственной злобе, не специально. Что так случилось. Еще очень важно, как этот человек себя ведет. Если он стоит перед вами на коленях, если он просит его простить, вот если он упорствует и говорит, что он ни в чем не виноват, это он, конечно, неправ и подогревает. И все равно это ваша жизнь, это ваше чувство вам с ними жить. И чувство вот такой дикой злобы и концентрация на том, чтобы наказать, это вы даете выход той черной энергии, которая может подавить вас там всю другую и потерять при этом людей, которые просто с вами с таким сновом жить не смогут рядом. А вот это уже серьезная потеря. У меня огромная обида на отца, его не было рядом с самой сложной моментом моей жизни, но я все надеялась, что мы когда-то встретимся и поговорим, и я прощу его. А он взял и умер. и что мне теперь с моей обидой делать? Если эта обида на отца сделала вас сильнее, объективно это так. Вот он ушел, оставил семью, и вы все время собирались и хотели ему что-то доказать, что вот он зря это сделал, что вот такая чудесная или такой чудесной. И эта обида на отца и желание ему доказать помогала в жизни добиваться того, что может быть без этого не случилось. Желание себя показать, доказать. Мечта о том, что пожалеет. Я знаю такую историю, и может быть она даже труднее психологически, чем та, о которой вы рассказали. Девочка, красавица и умница, отец ушел к женщине другой и денег не давал на нее. И мать говорила об этом каждый день. И мать спилась. И ей совсем было трудно. И она тащила на себе мать и росла, и закончила институт. Один бог знает, что ей это далось. И даже с рюкзаком прошла что-то всю Индию. Она совершенно необыкновенная, при этом необыкновенная красавица и фотомодель из провинции победила Москву и стала богатой и успешной. И она все знала адрес отца. И наконец, когда ей было 22 года, и она стояла на ногах, она решила его навестить. И она надела на себя брендовые вещи. И она пошла к отцу. Он позвонил в дверь. Он как работал, так и работал машинистом метро. Он как уехал из семьи, бросил жену, уехал устроился машинистом метро. все это знала. Она следила за его жизнью по всяким разным признакам. Он родил другого ребенка. Она позвонила в эту дверь, и он открыл дверь. Она красавица в него. И он такой же был красивый, весь красивый. И она сказала все, что она ночами думала. Ну, что здравствуй, это я. И на всякий случай напомнил свое имя. Он сказал, да, я вижу. Никакого интереса вообще. Бренды на ней, не бренды. Кем она стала? Никакого интереса. никакого раска, ничего вообще. Ну, как бы он подвинулся, что тебе, если хочешь, проходи там. Она не пошла в этот дом. Она ушла и рыдала, она шла и рыдала. А потом подумала, я все это сделала, что я сделала, исключительно для того, чтобы ему что-то доказать. Так я сама себе все доказала. А он ну вот так. Надо понимать, что мы можем быть благодарны даже тем людям, которые нас не любят, если они на что-то нас подвигли. Ну, ну, да, вот взял и умер. Ну, и хорошо. Что с твоей обидой делать? Да ничего. Мне баба Нина сказала в детстве, что-то она мне обещала и вроде как не сделала. И я вроде как обиделась. А потом выяснилось, что это был вообще подарок и сюрприз. Я попросила шить для моей куклы бабушка портниха, причем такая золотая портниха, войну. Они выжили только благодаря ее рукам. У нее там были богатенькие клиентки, она шила для них там. И на это прожили. А так она все свои драгоценности отнесла в Турксин, оставила только вот это кольцо, которое мне потом подарила баба Нина. Накурить начала тогда войну. Очень много работала, много шила. прям вот все руки пальцем у меня на персечке ее сохранился, который закрывала пальчиком. И я просила для куклы сшить. А знаете, что такое сшить для куклы? Я потом только это поняла. Вот это скука всяких деталей. И мы приходили к ней каждое воскресенье. И вот мы пришли в воскресенье, и я такая вот, любимица такая, Нина, в честь бабы Нины, говорю, вот, а для куклы платье? Она говорит, Ниночка, нет, было много работы, брюклиент. Она гардероб приготовила для куклы. Там было 22 вещи. Но это было к моему дню рождения в коробке. И она не хотела давать это одно платье. И я такая пошла, а мне лет 6, и я сказала, она что-то спросила, а я обиделась. Она меня развернула к себе и сказала, запомни, пожалуйста, обижаются только горничные. Я вообще вот такие горничные. Я говорю, она мне объяснила, люди, которые не ставят перед собой никаких целей, люди, которые считают, что их жизнь обделила, люди, которые согласились только вот этой соответствовой роли, но при этом на всех всегда обижаются. Вот обижаются горничные. И с тех пор, как только у меня возникали какие-то ростки обиды, я вспоминала эту фразу и думала, что же здесь это такое. Очень неконструктивная вещь. Что-то в этом есть, такое неконструктивное. И опять мысль о том, что мы не идеальны и в чем мы неправы, гораздо более конструктивна. Потому что она позволяет нам менять себя. А менять других это безнадежно и не надо, и не советую. Как думаете, зачем Бог дает людям эти ужасные качества типа ревности, гневливости, жадности, зависти? Хочет их за что-то наказать? За что? Ведь мы точно не убираем, какими нам быть. И ревнивый человек, к примеру, сам от своей ревности мучается. За что нам плохие качества? Или правильнее не спросить, зачем? Зачем? Ну за что? Слушайте, жизнь – это чудо. А я себе могла что-то сказать всему миру, и мне дали бы одну минуту. Я бы сказала только одно. Цените жизнь. Жизнь – это чудо. Жизнь – это абсолютное чудо. Это же непонятно, как так сложилось, случилось, что мы с вами родились, и вот мы испытываем вот это все, мы видим это, все эти краски, мира, мы можем жить, любить, творить. И поэтому нас испытывает жизнь. Жизнь – это череда очень больших препятствий и испытаний. Это, конечно, вообще непрерывное испытание. И это все дано за тем, чтобы стать человеком настоящим. Укажу, наверное, свои представления, каким надо стать настоящим. Я не буду призывать там, не знаю. кого-то растить, ставить на крыло. Это моя доля, миссия, талант, я не знаю, там все вместе. У каждого свое какое-то предназначение. Путь к себе, жизнь – это путь к себе самому. испытания, да, гневливости, обиды и жадности, и безденежья, и смерти близких. Это ужасно. Но и это тоже. Я это очень рано испытала. Очень рано. Очень близких. И вот это все нам, вот это, из этого всего она состоит. И вы идете через это, сохраняя себя и познавая себя. И это и есть жизнь. И от этого надо получать удовольствие. И не надо себя казнить. Надо стараться извлекать уроки. Главное ведь не тот, кто упал, а тот, кто поднялся, отряхнулся и пошел дальше. Падать придется. Вот, друзья мои, спасибо. Про сильное чувство говорило, аж сердце бьется от сильных чувств и от желания сказать то, что думаю, найти эти самые слова. Ну, а я совершенно согласна, не согласна, пишите в комментах. Я все читаю. Не обижайтесь, если не каждому отвечаю. Читаю все и взахлеб. И мне кажется, мои подписчики лучшие в мире. Пусть их будет больше. Поэтому, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все время хорошие вопросы смотрят гораздо больше людей, чем подписаны. Я вот думаю, почему. Я вот подписываюсь на все, что мне нравится. И я не все смотрю, что приходит. Но, по крайней мере, у меня есть информация. Вот тут что-то появилось, тут что-то появилось. Дальше смотрю, читаю, читаю. Это, знаете, как выбор на разные каналы. Чем больше вы подпишетесь на разные каналы, тем у вас больше выбор. Поэтому подписка ничего от вас не требует совсем. Но это будет возможность чего-то не пропустить. Все. Пока.